Арсений Хабибуллин вместе с мамой в Самару приехал из Донецкой Республики. Сегодня мальчику исполнилось 5 лет. И хотя дома остались близкие люди, отец, бабушка и дед, именинника и его мама счастливы. Это первый день рождения, который Сеня встречает с гостями и подарками. Год назад в этот день семья пряталась от бомбежек. Здесь ему сейчас весело. Мы вообще в подвале были даже, день рождения его праздновали, обстрелы были тоже. А сейчас ему спокойно, весело здесь. То, что он в безопасности, это очень хорошо. Камень в душе, то, что ничего не пролетит сюда. Поздравить именинников пункта временного размещения в Самаре приехал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Он проверил, как налажен быт и питание переселенцев из ДНР и ЛНР. Очень трогательно слушать их слова, когда они благодарят Россию за то, что в такой непростой момент им пришли на помощь и говорят о том, что они обратно ехать не хотят, что им здесь больше нравится, чем у себя дома. Мне кажется, это очень важно, потому что когда люди, приехавшие с войны сюда, пережившие очень страшные для себя дни, они годы жизни видят, что к ним относятся, вот не просто перевезли и эвакуировали, а что сами мы, местные жители, россияне, самарцы, им действительно рады, им сопереживаем и нам не все равно. Вот мне кажется, вот это тепло наших сердец, оно для них очень дорогого стоит и очень важно. После приезда в Самару переселенцы находятся на карантине по коронавирусу, поэтому пока дети учатся здесь, их разделили по возрасту. Потом будут возить на автобусе в ближайшую школу, а у их родителей появится возможность трудоустроиться, о чем мечтает Александра Кнышова. У себя на родине она работала медсестрой, говорит, без дела сидеть не привыкла. Спасибо большое за все, приятные люди, доброжелательные, встретили очень хорошо, мы не ожидали. Отношения хорошие к людям, к деткам особенно, а боли одели с ног до головы, спасибо огромное. Нам пришлось выезжать, потому что психика детей нарушается очень, не дай бог, конечно, никому такого увидеть, не услышать. Помочь прибывшим из Донецка и Луганская народных республик могут все желающие. Вещи можно принести в один из пунктов временного размещения переселенцев. В Самаре их два, на базах отдыха Дубки и Волжанка. Или в гуманитарные центры. В одном из них трудится наша коллега, ведущая телеканала «Самара ГИС» Инесса Панченко. Кому сейчас страшно, нервно, бездуховно, идите волонтерить в гуманитарные центры, потому что вот именно там получаешь эту бесподобную энергию такого какого-то единения и сострадания. Понятно, что очень много везут гуманитарной помощи от организаций. Но представляете, когда приходит бабушка старенькая, вот она, ясно, что на последние гроши купила коробку порошка и рулон туалетной бумаги, пакетик лука. Но она принесла. Вот меры ее сострадания. По словам волонтеров, сейчас необходимы средства гигиены, памперсы, а также обувь и верхняя одежда. Приносить все это можно в гуманитарный центр по адресу Старозагора 2Ж напротив храма трех святителей. Виктория Шарая, Константин Головин. События.